Привет, меня зовут Наталья, добро пожаловать на мой канал, посвященный косметике и красоте. Сегодня у меня после долгого перерыва вообще в вещании, вообще в выходе видео, на канале достаточно редкий такой формат, первые впечатления от большого количества косметики. У меня практически полное лицо, кроме теней, насколько я помню. И я буду тестировать, в основном это мой заказ с американской Сифоры, здесь очень много марки Рифай, парочка продуктов от Косос, один продукт от Милк и еще всякая мелочевка. В общем, если вам интересно, как я сделала этот макияж и послушать немножечко мою болтовню про то, где я пропадала, то продолжайте смотреть. Итак, вот лицо без грамма макияжа, вы можете видеть мою прекрасную... Не можете, потому что отсвечивает, сейчас я сделаю потемнее. Вот так вот вы можете видеть мою прекрасную пигментацию на лбу вот здесь. То есть, чем я пойду совсем скоро на лазерное удаление пигментных пятен. В прошлом году я эту процедуру не делала вообще, потому что в позапрошлом, ну вообще несколько лет, меня результаты этих процедур, довольно-таки дорогостоящих, очень разочаровывали. Но я поняла, что несмотря на то, что результат был очень маленький, но все-таки если ее не делать, то пигментация вылазит совсем сильно, поэтому в этом году в любом случае я буду делать. Уже записалась. Через три недели после того, как у меня закончился отпуск, через три недели после загара последнего, я, значит, займусь этим вплотную. Также вы можете видеть, какая я стала рыжая и бесстыжая. У меня выгорели волосы, я на самом деле их уже даже покрасила, но рыжану не смогла даже холодной краской забить. И я сегодня прям буду много чего пробовать. Начать хочу вот с такого санскринчика маленького. Это от марки Изентри. Называется он Purple Protection, потому что это санскрин с экстрактом красного лука. И он был создан маркой Изентри в коллаборации с американским блогером Кассандрой Бэнксон. И он вот такой вот фиолетовый по цвету. Я не думаю, что он какую-то цветокоррекцию даёт, или что он чем-то радикально отличается от обычного санскрина Изентри. Да, по крайней мере, в смысле нанесения, в смысле прозрачности, он такой же лёгкий, такой же прозрачный, как классический этот, господи, как он называется, не видно мне отсюда, стоит у меня на комоде. Короче, классический, всеми любимый санскрин Изентри, который на химических фильтрах. Этот тоже на химических фильтрах, на стабильных. И вот так вот он выглядит на коже. Никакого фиолетового тента у него нет на коже, только в самом продукте. И никакой белёсости тоже он на лице не оставляет. Немножечко надо, конечно, подождать, прежде чем праймером пользоваться. Праймер у меня сегодня вот такая вот миниатюрка от Milk Makeup. Подарок мне в Sephora досталось. Я на свой день рождения обычно делаю заказ в американской Sephora, потому что там куча всяких подарочков при этом полагается. Так, ну пока санскрин не уселся, я праймер не хочу сразу намазывать. Я займусь бровями. И у меня, как ни странно, целых два продукта для бровей сегодня. Значит, во-первых, заказ Sephora ради бренда Refi производился. Он продаётся в Европе на сайте Selfridges. Но, по-моему, в какой-то момент не доставляли в Латвию конкретно эту марку. А сейчас, по-моему, уже доставляют. Но Selfridges довольно дорогая доставка. Sephora мне как бы тоже дорогая доставка получилась. Но Sephora там были ещё бонусы и подарочки. Вот такой вот набор. Значит, здесь миниатюра их знаменитого геля для бровей. И кремовый хайлайтер. Оба продукта в миниатюрах, что замечательно, поскольку кремовый хайлайтер не тот косметический продукт, который дико быстро расходуется. Давай, доставайся, шо ж такое. Господи, в коробочке ещё две коробочки. Дозреваю, что кремовый хайлайтер будет для меня темноват. Оттенок называется Tapas. Господи, всё по несколько раз запечатано. Сколько же можно мне вскрывать эти штуки? Запечатана коробочка, запечатан тюбик, запечатана коробочка, которая оба продукта содержит. Ну, кстати, сейчас, может быть, мне этот хайлайтер будет и хорошо. Давайте я сразу... О-о-о-о, какой бронзовый. Даже на моей супер загорелой сейчас коже я бы предпочла хайлайтер более светлого оттенка. Ну ладно, это будет хайлайтер для тела, значит, у меня. Я, в общем-то, не ради него этот наборчик выбирала, а ради геля для бровей. Он прозрачный, естественно. Естественно, потому что я не люблю цветные гели для бровей. Вообще как-то не сподручно мне ими пользоваться. И поскольку у меня есть второй гель для бровей, то я, наверное, начну с того, что нанесу его, этот Рифай, на одну только бровь. Он такой очень белёсый на щёточке. Как он называется? Гель всё-таки? Или... Браускульпт. Не сказано. Не сказано, что это за продукт. Просто скульптурирующий продукт для бровей. Очень многие американские блогеры нахваливают его, что он, ой, что он дико хорошо держит брови. У меня, как вы знаете, есть моя любимая помадка Unleash, которая суперически просто держит брови. И навряд ли я перейду на гель Рифай, ну, на вот этот продукт Рифай, потому что его мне сложновато купить. Он, по-моему, не намного дороже стоит. Что-то у меня здесь лишние волоски какие-то, ну ладно. Он, по-моему, не намного дороже стоит, чем Unleash сам по себе. Ну, не радикально разница. Но мне его сложновато покупать. Даже с Selfridges, как бы, это не самое удачное. Там 15 фунтов стоит доставка. Но так пока что он уложил хорошо. Посмотрим, насколько это зафиксируется. А я сейчас на вторую бровь нанесу второй продукт для бровей. У меня вот такой вот наборчик от Kossos, в котором масло для губ. Если... Да, масло для губ. И, опять же, гель для бровей прозрачный. Это конкретно гель для бровей. Лифтинг-тритмент-джель. Боже, тритмент еще кто-то уже. И вот про него я не слышала ничего сильно хорошего, что он... Ну да. Ну да. Ну, в общем-то... Ну, в общем-то, ну да. Можно дальше даже не продолжать тестирование. Не, он не держит мои брови. Это не вариант. Отдам маме. Она не любит ламинировать брови и ставить их торчком. Так что ей пригодится просто причесывать. А я рефаем вторую бровь сделаю. В принципе, так вот. По первому затесту сейчас мне рефай понравился. Не уверена я, что правильно произношу название марки. Но вроде бы американские блогеры так говорят. Слушайте, хороший. Мне нравится, как он работает. Меньше белезости этой, чем с Unleash. Никаких нет... Ну, как бы не скатывается он в такие катышки, как, например, Too Faced. И держит очень хорошо. Лучше, чем прозрачные гели. Даже мой любимый от Патрикта похуже держит, чем этот. Похуже укладывает. Очень беспроблемный и приятный в обращении. Пока что... Пока что нра. Пока что лайк. Ну, давайте заодно уже сразу нанесу масло для губ. Я уж не знаю... Может быть, я чем-то другим потом накрашу губы, когда макияж будет закончен. Но сейчас хочется что-то на губы нанести. И под рукой это масло. Почему бы нет? Очень выраженно пахнет ванилью. Прям такой ванилью-ванилью. Отличный цвет для меня сейчас загорелый. Я тут констатировала... Приехала из отпуска, констатировала, что мне ни хрена не подходит. Румяна половина... Даже не половина, две трети румян, которые лежат у меня на туалетном столике, на мне вообще незаметны. Холодные румяна... А у меня в основном все румяна, так или иначе, такие прохладные достаточно. На мне не смотрятся совсем. Я не знаю, у меня сегодня румяна-рифай, я не знаю, как они будут выглядеть. И даже мои самые тёплые помады на мне выглядят холодными, такими трупными. И поэтому такой вот оттенок блеска мне сейчас очень даже в тему... Ну, не блеска, а масла. Мне очень даже в тему. Ванильный запах я люблю. Немножечко он чувствуется, когда втягиваешь воздух. Но поскольку мне запах и привкус этот нравится, то это не страшно. Но вообще, конечно, я бы предпочитала, чтобы его не было. И на губах приятно и красиво. Кстати, у меня никаких нет теней. Но я всё-таки, конечно, сделаю лёгкий макияж глаз. Нанесу праймер от Hourglass. И потом... Не знаю. Наташей Деноной, наверное, накрашу глаза. Моей маленькой палеткой. И заодно немножечко прокомментирую вам свой отпуск. Вообще, где я была? Почему меня так долго не было? Сначала меня очень жёстко скрутил в июле месяце ещё остеохондроз. Я очень прям тяжело в этом году его переживала. У меня каждый год где-то летом в жару начинается обострение. И в этом году... Ну, как не очень-очень тяжело. Всё-таки в больницу, на капельницу я так и не поехала. Но всё остальное было прям очень плохо и очень тяжело. Я из своего проект-пэна палетки закрепляю пространство под бровью сатинчиком. Потом ко мне уже в августе приехали из Польши мой брат со своей невестой и их пар друзей женатые. То есть у меня тут целую неделю было нашествие поляков. Что, как вы понимаете, довольно-таки тяжело, потому что я по-польски понимаю всё и говорю довольно плохо. Соответственно... Ну, они, правда, все говорят по-английски, так что, если что, в любой момент могли бы мы на английский перейти. Но вообще, конечно, тяжеловато. Кроме того, конечно, шесть человек в квартире с одной ванной комнатой. Тоже такое себе удовольствие. Наташа Данона мини-дрим. Сказала, что Наташа Данон, не сказала, какая палетка. И хотя ребята абсолютно беспроблемные, мы за неделю ни разу даже не поспорили. Не то, что не поссорились, а даже какого-то такого спора нешуточного, серьёзного не было у нас. И совершенно они вообще беспроблемные, но, конечно, всё равно это на нервную систему нагрузка, и снимать вообще никакого шанса нет. И потом они уехали, вроде ещё до отпуска было две недели, но как-то у меня они моментально пролетели. Я хотела успеть до отпуска поснимать хотя бы для спонсоров, хотя бы видео снять. Ну, в общем, короче, я нихрена не успела. Очень быстро пришло время ехать уже в отпуск, ну и там я уже вообще отключилась. И только чуть-чуть в сториз в Инстаграм постила время от времени. И, по-моему, один или два раза в Телеграм что-то запостила. И вообще у меня не идёт у меня с Телеграмом, не могу я как-то себя заставить вести Телеграм-канал. У всех он растёт. Ну, у всех Телеграм-каналы растут, а мой постепенно, подписчики на нём таят. Потому что, ну, я не могу себя заставить как-то. Не получается у меня с Телеграмом. Вот. Но в отпуске я могу сказать, что я слишком много взяла всего, слишком много вещей, слишком много косметики. Вообще зря взяла укладочные средства и фен свой с круглой щёткой. Ни разу не укладывала там своим феном волосы. Волосы скручивала вот так, просто как у меня сейчас. Закалывала заколочкой. И если мне было надо, я распускала, и у меня получались куча ряшки. Но преимущественно я всё время ходила с заколтыми волосами, потому что жарко. И волосы всё время то влажные, то солёные. В общем, короче, фен могла не брать. Лак и пенку могла не брать. Декоративную косметику могла не брать. Я накрасилась два раза, и то, ну как бы даже полтора раза, я бы сказала. Потому что один раз накрасилась так очень легонько, и один раз вот полноценно. И то только потому, что у меня была с собой косметика. Но если она есть, то что бы ей не воспользоваться. А если бы не было, то, в общем-то, я бы и не страдала особо. Не буду больше затемнять наружный уголок. Лучше нарисую стрелку, потому что у меня есть подводка сегодня новая на тестирование. Я, правда, её купила скорее как лайнер для бровей. Ну, как бы ничто мне не мешает её и так, и так использовать. Потому что по описанию сам по себе этот продукт – это подводка как раз. Не люблю на своём типе глаз не подводить нижний век. Господи, что глаза такие красные надо закапать? Так, не обращайте пока внимания на то, что красные глаза. Я закапывала их каплями, и сейчас это дело всё пройдёт. Вот. Глазами займусь я чуть-чуть попозже. Сейчас, в общем-то, можно взяться за лицо. И вот этот Milk Makeup Primer – это не тот их знаменитый зелёный праймер, который очень многие хвалили, очень многие ругали. Это Pore Eclipse Mattifying Primer. То есть матирующий и типа стирающий поры. И поэтому я его нанесу сначала на одну сторону и на лоб. И мы посмотрим, насколько он матирует. Вообще нанесу на одну сторону и на лоб, потому что многие праймеры матируют в момент, когда их наносишь, но когда сверху наносится тональное средство, уже от этого матирования и заблюривания пор не остаётся ничего. Поэтому будем смотреть разницу. Здесь нет праймера, здесь есть праймер. Сейчас как бы лёгкий эффект заблюривания есть, но очень слабый. Я думаю, что он пропадёт, как только сверху будет нанесено тональное средство. Я купила также от марки Refy консилер. Я взяла цвет потемнее. Мне в последнее время не нравятся суперсветлые консилеры, но с учётом того, какая я сейчас тёмненькая, я не уверена, что он мне подойдёт по оттенку. Но мы попробуем. Очень серенький. У меня есть рядышком под рукой персиковый корректор. Я думаю, что сейчас я растушую этот консилер, и потом мне придётся сверху этим персиковым корректором пройтись моим самым тёмным, чтобы скомпенсировать суперсветлый цвет этого консилера. Я его взяла из-за того, что очень хвалили его текстуру, что она типа такая очень тонкая, ну, действительно тонкая. Тут я вынуждена согласиться. Цвет, я думаю, зимой мне будет очень хорошо. Он такой сероватый, холодненький. Просто сейчас я очень загорелая, очень тёплая. Ну, в принципе, даже не так страшно. Я бы сказала, что консилеру пока что лайк. Но, конечно, мне не очень нравится этот оттенок сейчас у меня под глазами, поэтому я возьму вот этот вот Salmon Corrector Skin Food. Как я сказала, он мой самый тёмный и один из самых любимых по текстуре. И им с поверх этого консилера, что, в общем-то, вообще наоборот, надо сначала персиковый корректор, типа потом консилер, но вот так как-то чуть-чуть как будто бы получше. Он тоже не сказать, что мне идеально сейчас даже подходит по цвету, всё равно светловат, но лучше, чем всё остальное. Ну, да, как-то вот так. Может быть, ещё потом надо будет подтушевать нижнее веко. Ну, и когда скроется пигментация, всё это станет выглядеть немножечко получше. Замечательно, что мне в качестве пробников пришло тональное средство от Илья. И здесь довольно-таки тёмные оттенки. Ну, конечно, этот мне будет темноват, но я думаю, что даже средний я возьму. СТ9 Paloma. И есть ещё СТ4 Formosa. Может быть, я их смешаю. Ну, короче, сейчас посмотрим. Мне кажется, они очень маленькие по объёму. Да, всего ничего, конечно же. Ну, ладно, сейчас посмотрим. Это тинт, и его нужно бутылочки, судя по всему, взбалтывать и перемешивать, потому что он тут расслоился, и немножечко пигмент неравномерно даже в этом пробнике, что, как вы понимаете, далеко от совершенства. Если уж вы пробник даёте, то, ну, как-то хочется, чтобы он нормально выглядел. Пигментацию ни хрена не перекрывает мою. Вот здесь на лбу, это прям тест для тональных средств. Если там перекрывает, то, значит, молодец. Если нет, а этот тон нет, ну, то это лёгкое покрытие. Ты не знаешь, что этот тон плохой, просто это лёгкое покрытие. Так, мне мало, просто самого тонального мало, может быть, потому что я пользуюсь спонжем, поэтому я возьму более светлый оттенок и его добавлю на центр лица. В принципе, тон мне скорее нравится, как лежит на коже очень красиво. Не знаю, есть ли смысл его брать чем-то лучше, чем корейские бибикремы или нет. Вот так, в принципе, мне и кушан от Клио нравится, как лежит на коже очень натурально. Не знаю, есть ли смысл для меня конкретно в этом тоне, с учётом того, что мне очень хорошо подходят корейские бибикремы. И покрытие у него очень... Не, наверное, даже нет в нём смысла, потому что покрытие у него очень-очень слабое. Практически пигментацию чуть-чуть только сгладил, почти что ничего не перекрыл. И очень сияющее покрытие. Если вы жирнокожик, это средство, вот это вот, совершенно точно не для вас. Теперь суперсложный вопрос, чем же мне перекрыть мою пигментацию. Потому что консилер от Make Up For Ever мне не очень нравится, как сейчас выглядит по цвету у меня на коже. Я возьму Pretty Natural Satessence. Он тоже не супер много покрытия даёт, но он мне по цвету, по крайней мере, подходит. Может быть, чуть-чуть лучше закроет. Самые такие жёсткие места, где у меня пигментация вылезла. Это единственный тональный продукт, который мне сейчас более или менее подходит по цвету. Я уже теперь надеюсь, что с лица алгар достаточно быстро смоется, потому что очень странно себя ощущать настолько загорелой и настолько жёлтой против того обычного розового подтона, который у меня есть. Вот я всегда говорю, меня периодически за это ещё клеймят в комментариях, но я всегда говорю, что когда человек загорает, у него оттенок кожи не только становится темнее, он ещё и становится теплее. И я сейчас прям вот демонстрирую это вовсю. Ну, давайте попробую румяна от Refy. Оттенок называется Rose, и он очень светлый и такой слегка персиковатый. Но, если честно, я не знаю, как это сейчас будет выглядеть на моём оттенке кожи. Если что, у меня под рукой тут есть другие румяшки, очень похожие по оттенку, но гораздо более яркие японские от Canmake. Но, как бы я купила их, эти румяна, когда ещё до отпуска было, сколько, два месяца? Три месяца? Нет, два месяца. И, соответственно, я не ожидала, что я такая буду. Ну, давайте попробуем. Ну, ничего, по крайней мере, они не серят на коже, потому что было тут парочка продуктов, которые я нанесла, и поняла, что за счёт того, что они холодные и слишком светлые, у меня щёки серые становятся. В данном случае просто они мне чуть-чуть светловаты, но всё-таки они какой-то румянец дают. Есть же разница, что я здесь порумяней выгляжу. Ну, в принципе, я думаю, что когда я буду посветлее и удалю свою пигментацию, эти румяшки будут мне прям очень хорошо. Очень похож оттенок, по-моему, на Petal Poppin от Fenty, только этот светлее. И кремовость их мне нравится. Сегодня я наношу пальцем, но вообще я такие штуки люблю наносить спонжем, прям спонжем залазить в... вот так вот. Залазить в рефил и наносить. Ну, хорошо. Может быть, надо будет добавить, но пока оставлю как есть. Потом, когда весь макияж закончу, может быть, я добавлю вторых румяшек, которые поярче, если мне захочется. Сейчас я возьму... У меня совсем обновку, или совсем не обновку, скульптор от Milk Makeup, такой скульптор-бронзер. И немножечко его добавлю. Он тёмный и довольно тёплый, и сейчас, соответственно, мне идеально подойдёт. Не было у меня шанса его сильно разносить, потому что из-за того, что я то болела, то у меня были гости, то я была в отпуске, я такой прям полноценный, полный-полный макияж почти что не делала. Настолько я загорелая, что даже этот скульптор на мне почти что исчезает. Надо добавить. Почти ничего не видно. Просто чисто за счёт цвета, видимо. В пудру возьму свою любимую от Florasis. Она, конечно, беленькая, но она прозрачной становится. Блин, пигментация... Это что, у меня дырка в пудре? Я протёрла дырку в пудре. Не видно вам, наверное. Как это так? Быстро как-то. Если всё время пользоваться каждый день одной и той же пудрой, то довольно быстро дырочка появляется. Закреплю. Что-то я себя чувствую слишком сияющей. Закреплю всё лицо этой пудрой, ну, просто пушистой кистью, а центр лица пуховкой. Особенно вот здесь, где я хочу ещё растушевать тени. Так, немножко подтушую тут края теней. Что-то мне показалось, что слишком они жёсткие. Возьму, наконец-то, лайнер. Лайнер у меня от марки Judy Doll. Насколько я помню, это китайская марка, и это именно Slim Liquid Eyeliner, но мне подписчица его порекомендовала в качестве маркера для бровей. Но я ему и нарисую стрелочку, у него супертонкая кисточка, и нарисую стрелочку, и брови попробую подвести. Он коричневый. Забыла я, какой номер. А, четвёртый вот вижу. И это такой хороший коричневый холодный оттенок. Кисточка суперическая просто. Но немножко плохо распределяется. Ну, маловато вытекает, но это может быть потому, что только свежий я открыла. Я его даже не сводчила до этого. Очень красивая стрелочка получилась. В отпуске я была на острове Крит, Греции. Если вдруг вы не подписаны на мой инстаграм и телеграм, и не знаете, по-моему, на Ютубе я не выкладывала ничего во вкладке сообщества, мы с мужем без пары месяцев, 11 лет не были в нормальном отпуске. Ну, вот таком я имею в виду. Поехать на тёплое синее море и там загорать, и купаться, ездить в экскурсии. Стрелки получились несимметричные. Ну, ладно, чёрт с ним. Так, теперь попробуем его в качестве маркера для бровей. Я думаю, что тоже будет очень хорошо. Именно вот такое распределение продукта, что он достаточно сухой, не течёт, для бровей подходит намного лучше, чем для стрелок. Но, в принципе, это такой потенциальный фаворит, который, может быть, даже мою худу заменит в качестве подводки. В качестве маркера для бровей тоже очень круто. Я, честно говоря, не ожидала, что этот цвет мне подойдёт, но прям великолепно. Прямо великолепно. Я в восторге. Спасибо. Не помню, к сожалению, ник девушки, которая посоветовала, но прям очень легко этой кисточкой прямо очень легко брови рисовать. Так вот, я надеюсь, у нас с мужем не займёт ещё 11 или 10 лет, чтобы поехать в следующий отпуск, потому что мы в целом остались поездкой очень довольны. Нам не очень понравился, во-первых, собственно, сам отель, в который мы поехали. У нас были к нему претензии, и я в Инстаграме написала пост о том, что в отеле было плохо, что в отеле было хорошо. Но самое главное, что нам не понравилась еда, мы недовольны остались едой, нам не понравился номер наш, который мы, конечно же, могли бы поменять, потребовать, но первый день нам не хотелось портить себе настроение, а потом нам не хотелось собирать вещи. И третье, что нам не понравилось, а, и алкоголь. У нас all-inclusive был, и алкоголь был прям такое ощущение, что весь разбавленный водой. То есть, во-первых, нам не понравился отель, во-вторых, нам не понравилось вообще, в принципе, за all-inclusive, то, что мы заплатили, это было зря сделано. Я попробую все-таки этот хайлайтер бронзовый в оттенке топаз, потому что когда, если не сейчас, ни в какое другое время, он точно мне не будет подходить. Ну, можно, наверное, в принципе, его, я говорю, приспособить сейчас, когда я загорелая. конечно, зимой, когда я стану опять белоснежка, это будет вообще не мое. Блестит он красиво, но мне что-то кажется, что он будет оставаться липким. Но так вообще сияет, мне этот прыщ какой-то скачал. Так вообще сияет, он, конечно, красиво, ничего не скажешь. Может быть, если бы был более подходящий мне оттенок, но я однозначно не буду больше покупать полноразмер даже своего любимого вот этого от Charlotte Tilbury Spotlight, я его, он у меня уже истек у него срок годности, я его сейчас фигачила в отпуске на ключицы и плечи, и все равно он у меня не успел закончиться, так что его, видимо, придется просто выкинуть или в следующем году извести на ноги. И я поняла, что мне, в принципе, на самом деле больше нравятся все-таки хайлайтеры в пудровой форме. Вот румяна в кремовой ай-хайлайтеры в пудровой. Вот хоть режьте меня, вот такая вот у меня, такой вот у меня заскок. И поэтому я даже свой самый любимый кремовый хайлайтер не буду больше покупать в полноразмере, потому что не успеваю я его использовать, при том, что рука сама тянется обычно все-таки к пудровым хайлайтерам. Я возьму бронзер от Make Up For Ever и немножечко еще добавлю себе вот здесь на линию роста волос поверх скульптора бронзера от Milk Makeup, потому что мне мало. Даже эта палетка Наташа Денона на моих глазах сейчас выглядит холодной, хотя она такая весьма красноватая сама по себе, но я такая желтая, что она выглядит прохладной. и немножечко так неаккуратно, но все-таки боковинки носа забронзирю. Осталось у меня попробовать два продукта, один из них не то чтобы какая-то дикая обновка, просто именно этого карандаша для глаз у меня давным-давно не было в моем обиходе, но у меня был его полный аналог, карандаш сейчас я купила Шесейда Micro Ink Крайон Micro Liner короче, это карандаш для который я использую для слизистых, но карандаш для глаз с очень-очень маленьким кончиком. Я последние годы пользовалась Saem Eco Soul или KT Tokyo. KT Tokyo полный аналог этого карандаша Шесейда производится их конкурентом концерном Канеба но он стоил все время намного дешевле в два раза где-то чем Шесейда но фишка в том, что из-за того, что сейчас в Латвии нет беспошлиной доставки никакой и из-за того, что после ковида подняли цены на доставку в принципе логистику всю и по каким-то мистическим обстоятельствам пропал этот карандаш с YesStyle а на eBay сейчас получается вместе с доставкой если за него заплатить и потом еще растаможить то цена такая же как на то чтобы Шесейда купить у нас здесь прямо в магазине и соответственно при таком раскладе я не вижу смысла платить столько же и ждать за доставку с eBay я пошла я пошла и купила просто в магазине этот карандаш потому что поняла что все-таки Sime EcoSoul мне крупноват кончик у этого кончик гораздо тоньше и гораздо меньше и он мне нравится больше ну и если не получается покупать более дешевую версию значит я буду платить за хорошую но подороже ну потому что не те это деньги он не космически дорогой он что-то там 22 евро стоит или 25 что-то такое короче не космос и последний продукт который у меня есть чтобы попробовать это тушь от марки Refy Lash Sculpt маскара и вот тут вопрос будет ли она держать мой завиток но я на одном глазу попробую и если не будет то это тушь в пролете я надеюсь что я честно говоря когда покупала я не помню сейчас уже смотрела я слышала что она держит завиток или или я просто импульсивно ее купила обычно я не делаю импульсивных покупок но иногда на меня находит но вообще ее очень хвалили но у меня вполне конкретные требования к туши что она должна фиксировать завиток если она этого делать не будет смотрите какая у нее кисточка это просто что-то с чем-то ладно с богом можно покалечиться такой штукой по идее она фиксирует завиток и дает натуральные ресницы что я не всегда люблю но если фиксирует завиток то иногда в такой туши есть потребность которая дает натуральный эффект на ресницах ну правда у меня есть японский праймер фиксирующий завиток который дает натуральный эффект на ресницах ну не знаю что-то мне эта кисточка честно говоря девчата неудобна и не то что натуральный эффект а как будто блин ну да но натуральный в том смысле что она просто прокрасила но они путаются они я не могу их уложить этой тушью не знаю за счет кисточки или за счет так теперь я еще и не могу эту штуку вставить обратно вот вставила не знаю за счет кисточки или за счет формулы но у меня есть ощущение что я не смогла ресницы уложить сейчас я на другом глазу попробую сначала воспользоваться этим праймером японским или нет прозрачным корейским праймером попробую сначала воспользоваться а потом нанести эту тушь и посмотреть что будет но пока что конечно это ресницы накрашенные от ненакрашенных особенно с учетом стрелок не отличаются практически есть вообще разница на глазах по-моему нет живьем конечно немножечко есть но на камеру которая всегда съедает макияж беру праймер фиксирующий завиток от этюд хаус точнее теперь они просто этюд называются он прозрачный и кроме того что фиксирует завиток больше ничего особо не делает и с этой тушью рифай конечно вот им я могу уложить прям вот каждую ресничку или там каждый пучок поставить так как мне надо и он потом так и будет стоять даже когда я сверху тушь нанесу даже когда я расчешу ресницы за это я люблю японские туши и японские вот эти праймеры а еще с этой тушью от рифай нужна абсолютно точно отдельная тушь для нижних ресниц потому что нанести этой кистью на нижние ресницы совершенно не получится поэтому я беру тушь по-моему она у меня в project penny короче тарт термо тушь что она у меня не кончается и не кончается очень-очень долго в принципе довольно удобная оказалась я может быть даже повторю ее не буду конечно специально ради нее делать заказ на сайте тарт но если надумаю что-то еще покупать ну что прочешу сначала на этом глазу ресницы вообще мне не нравится то что у меня на этом глазу получилось с тушью от рифай это какая-то жесть бац но это просто какой-то пыточный инструмент у меня довольно-таки большие выпуклые глаза но мне этой кисточкой категорически неудобно пользоваться и эффект на ресницах более чем посредственный тушь прям разочарование пока что давайте на второй глаз попробую ну да если сначала уложить ресницы и потом ей накрасить то будет натуральный эффект но мне это не надо потому что у меня есть японский от канмейк по-моему нет это изихан наверное блин забыла я что-то от канмейк нет все-таки от изихан праймер который фиксирует завиток и одновременно тонирует ресницы в черный вот он дает в один слой и то и другое и натуральный эффект и фиксированный завиток тушь провальная прям провальная и она не фиксирует завиток я вижу как опускаются я не знаю насколько видно вам разницу но вот здесь у меня ресницы завиток уже практически развился здесь у меня реснички торчат я сейчас накрашу поверх другой тушью потому что это конечно недостаточный эффект для стрелок и такого макияжа глаз и давайте чуть-чуть подкрашу оставлю это масло косо косос косос на губах потому что мне оно конечно подсъелось но мне нравится оттенок хорошо смотрится на моем теперешнем цветотипе и я сейчас приведу в порядок волосы и к вам вернусь с финальным мнением обо всех этих продуктах итак мой макияж закончен вот так вот он выглядит ну тени это наташа донона что тут говорить уже неоднократно я эту палетку у себя на канале и хвалила и слегка ну не то что ругала но как бы рассказывала про ее для меня недостатки но в целом она мне очень нравится а по остальным продуктам я сейчас коротенько пробегусь что касается санскрина обычный санскрин из N3 только с фиолетовым оттенком и почему-то он кстати SPF 40 я так понимаю что из-за того что кассандра бэнксон американка и очень хотела чтобы он имел возможность продаваться на американском рынке свободно из-за этого они должны были другую маркировку сделать потому что по американским типам они не проходили на SPF 50 но в принципе степень защиты у него такая же как у основного санскрина марки из-за этого я им допользуюсь но я не увидела ничего такого за что стоило бы доплачивать чтобы это был именно вот этот фиолетовый в коллаборации с этой блогером сделанный я ничего особенного в нем не заметила праймер от милкмейкоп вообще я не вижу разницы между двумя сторонами может быть в носке будет какая-то разница но не в смысле блюра пор не в смысле матирования я не заметила эффекта от него по-моему как большинство праймеров штука совершенно бестолковая и можно абсолютно легко обойтись без нее что касается тинта от или я у меня была мысль что может быть мне стоит себе такой купить замечательно что попались промники потому что слишком легкое покрытие при таком легком покрытии я могу ходить без тонального средства на коже вообще только корректором или консилером слегка свою пигментацию прикрыть замаскировать и как бы не наносить ничего плюс он очень сияющий даже для меня с моей нормальной кожей сейчас была необходимость его закрепить пудрой если вы жирнокожик совершенно точно проходите мимо если вы сухокожик и ищите вот такое суперлегкое покрытие ну может быть для меня ничем он не лучше чем корейские биби кремы и в принципе не особо мне нужен в моем арсенале так что хорошо что были пробники теперь знаю что не надо его покупать что касается консилера от рефай по текстуре он мне очень понравился мне показалось что это что-то действительно хорошее но сложно судить о его покрытии поскольку мне сейчас категорически не подходит цвет откладываю его до зимы и буду тестировать еще но повторюсь текстура мне по первому за то что очень даже понравилось он немножко напомнил мне консилер от айзенберг который мне очень нравится тоже тонкая-тонкая текстура матовый финиш при этом за счет вот этой вот тонкой текстуры очень легкое такое покрытие не в смысле легкое не в смысле плотности цвета а в смысле толщины самого покрытия и за счет этого он не подчеркивает морщинки не подчеркивает сухость век но он конечно же не увлажняющий и не как это сказать не влажный финиш влажного финиша не имеет не сияющий не подсвечивающий именно за счет текстуры может быть он сложно судить поскольку он намного-намного светлее чем я может быть он подсвечивает мне за счет цвета или может быть он подсвечивает за счет какой-то текстуры не знаю но по крайней мере мне показалось что он абсолютно матовый хорошо фиксируется и при этом очень тоненький и не подчеркивает сухость и морщинки точно так же как вот этот вот консилер от айзенберг буду еще дальше тестировать потому что пока из-за цвета ничего большего сказать не могу два геля для бровей от рефай супер лайк пока что от меня возможно даже это мой новый фаворит возможно даже это самый лучший гель для фиксации бровей который я пробовала возможно он переплюнет даже мою любимую помадку от анлишия потому что с ним было гораздо меньше вот этой белесости гораздо меньше возни такой абсолютно беспроблемный гель от косос абсолютный провал для меня сразу же даже ну вот дождусь видео когда сниму свои обновки и после этого сразу он идет в расслабление и сразу я его отдам своей маме ну или может быть до конца года оставлю потому что я недавно маме отдала гель для бровей ей наверное еще не нужен в общем мои брови вообще он не держит это просто бесполезная совершенно штука так что один супер лайк один абсолютный провал еще один супер лайк это подводка с формате фломастера с аппликатором кисточкой мне ее рекомендовали в качестве маркера для бровей но вообще в оригинале это подводка я попробовав и в том и в другом качестве пришла к выводу что это супер классная вещь и мне очень нравится и стрелки рисовать было дико удобно даже наверное более удобная кисточка чем у моей любимой худы хотя надо может быть еще протестировать и совершенно точно более удобная кисточка чем у маркера NYX который у меня к сожалению опять начал течь хоть я и хвасталась что он теперь вообще больше не течет но он снова снова у меня течет в общем этому продукту супер лайк пока что по первому затесту мне очень-очень понравился и скорее всего это мой новый фаворит потому что брови рисовать было прямо феноменально удобно просто наверное никогда мне так удобно не было рисовать брови стрелки немножко пришлось повозиться с тем чтобы наслоить цвет потому что плохо распределялся но это еще время покажет постоит он у меня кисточкой вниз может быть распределение продукта поменяется со временем потому что на новом фломастере всегда сначала суховатая кисточка но в любом случае очень-очень-очень рекомендацион от меня и четвертый оттенок мне внезапно подошел просто идеально румяна от трефай тоже отправляются наверное в как это сказать в закрома до зимы пока я посветлею потому что сейчас конечно ну есть у меня какой-то румянец но очень мало что от них осталось так что просто на загорелой коже их не особо видно поэтому пока что сложно о них судить в принципе у меня претензий по текстуре и по упаковке нет но с моим теперешним цветотипом их совсем-совсем-совсем не видать опять же резервирую до зимы свое окончательное мнение по этому продукту не думаю что он мне не понравится но черт его знает хайлайтер от рефай просто не мой оттенок блестит он хорошо кстати ну да он остается немножечко липким не знаю так же как шарлотт тилбери или больше и мне кажется что блеск немножечко уменьшился ну а вот кстати даже видно что чуть-чуть к нему волосы прилипают да блеск тоже уменьшился короче у меня пойдет на тело и не возникло пока что по крайней мере желание его повторить в другом оттенке пока по крайней мере по текстуре он меня не впечатлил давайте немножечко еще нанесу вот на эту щечку чтобы понять сильнее заблестит или нет ну ну не радикально чуть-чуть может сильнее заблестела не знаю короче цвет в любом случае мне только на тело годится и только после загара а текстура пока что меня не впечатлила может что-то поменяется еще но маловероятно тушь отрифай я сразу даже уже убрала в упаковку это полный провал неудобная для меня кисточка не фиксирует завиток дает супер натуральный эффект на ресницах и за счет неудобной кисточки сложно их как-то красиво разложить красиво прокрасить в общем вообще-вообще-вообще мне не понравилось и не знаю прям даже что с ней делать такую тушь можно врагу подарить но у меня нет врагов не знаю даже что с ней делать мама у меня тушами не пользуется и в любом случае с такой кисточкой ей было бы дико неудобно у нее гораздо меньше глаза и гораздо менее выпуклые даже с моими глазами на выкате эта щеточка дико неудобная у кого-то глазки поменьше, будет вообще жесть. Не рекомендую. Карандаш от Shiseido предсказуемо, как всегда, хорош. Я не первый раз его покупаю, хотя давным-давно у меня его не было. Несколько лет я его не покупала из-за разницы в цене, но сейчас вот он получился более удобный для меня вариант. И взяла и как бы, как всегда, не разочаровывает он. И блеск от Kosos. Мне нравится сейчас для меня этот оттенок. Очень хорошо смотрится, такой хороший нюд. И я думаю, что он у меня будет стоять на столе и я буду им вовсю сейчас пользоваться. Именно вот пока я такая загорела, это будет мой прям вот каждодневный продукт для губ. Как он поведет себя, вернее, не как он поведет себя, а как мне этот оттенок будет подходить, когда я все-таки побелею. И останется ли он, потому что он вообще-то очень маленький. Я еще слышала, что масла для губ, я сказала блеска, это масло, масла для губ от Kosos довольно-таки быстро портится. В общем, неизвестно, доживет ли он до момента, когда я стану опять белоснежкой, и как он будет на мне смотреться. Но сейчас это прям вот то, что доктор прописал. У меня как раз проблемка, что не знаю, чем красить губы, что мне подходит, потому что большинство помад у меня холодные, а я очень-очень теплая, очень желтая. И все на мне смотрится несколько не так, как я привыкла. И хуже, откровенно говоря, смотрятся на мне мои любимые помады. Поэтому сейчас пока что этому маслу лайк. Не знаю еще, опять же, как в долговременной носке. Мне кажется, что она ухаживает за губами, у меня есть ощущение, что губы увлажненные и ухоженные. И выглядит красиво, но пока что в белую полоску не скатывается. Но, опять же, время покажет. Посмотрим, как оно будет. Пока лайк, пока рекомендацион, опять же. Только учтите, что с очень ярким ванильным запахом и привкусом. Собственно, это на сегодня все. Большое спасибо вам за просмотр. Если видео понравилось, не забудьте поставить ему лайк. А если сейчас еще что-то интересненькое хотите посмотреть, то YouTube вам предложит на выбор два других моих ролика. Я же вас целую, обнимаю и до встречи в новых видео. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok